Итак, в Ульяновске прошел 11-й региональный гражданский форум «Национальные проекты. От стратегии к действиям». Из 12 нацпроектов на территории нашего региона реализуется 10. О том, как это происходит в рамках гражданских инициатив, материаля нашего корреспондента. Сематические дискуссионные площадки 11-го регионального гражданского форума начали работу в Минцентре. Участники круглых столов обсуждали вопросы общественного контроля в сфере этноконфессиональной политики на территории Ульяновской области, развития ТОСов, а также роль НКО в реализации национальных проектов. Доступность медицинских услуг в маленьких селах стремится иногда к нулю. То есть люди должны ехать за множество километров, для того чтобы получить хотя бы консультацию специалиста. Российский Красный Крест создает пункты здоровья. Берет маленькие села, находит фельдшеров, которые, возможно, уже где-то на пенсии обучают, снабжает их дополнительным оборудованием. Такие пункты Красного Креста появились уже в Ульяновском районе. Работа НКО в рамках нацпроекта «Демография» не менее важна. Грант на развитие кикбоксинга в Меликенском районе в 2018 году получила Федерация кикбоксинга этого муниципалитета. Занятие спортом – это прежде всего сохранение здоровья. Мы приобрели экипировку для детей. Мы вывозили детей на каникулы в лагерь «Сосновый бор», где проводили с ними общую физическую подготовку, развивали их физические навыки. Также мы приглашали соседних регионов, также заслуженных мастеров спорта и чемпионов мира, для того чтобы они преподавали нашим спортсменам. Размер гранта составил 2 миллиона рублей. К слову, 11 лет назад, когда развитие грантовой системы только начиналось, примерно такая сумма выделялась на все гранты из бюджета всех уровней. В этом году на поддержку некоммерческого сектора было направлено более 100 миллионов рублей. Об этом уже говорили на пленарной части заседания гражданского форума. В конкурсах на получение грантов всероссийского регионального муниципального уровней приняло участие более 350 некоммерческих организаций. А это говорит о простом. Институты гражданского общества оказались способными выполнять запрос со стороны населения на справедливость и защиту. Обнаружить объединяющие людей разных по вере, по вероисповеданию, по национальностям, по социальному положению темам. В следующем году на поддержку НКО заложено уже 260 миллионов рублей. Лучших представителей данной отрасли, которые успешно реализовали гранты ранее, на пленарном заседании наградили благодарственными письмами. Среди них был Иравиль Сальхов, вице-президент Димитровградской общественной организации Федерации кикбоксинга. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск.